Беларусь и Беларусь Профессор Вячеслав Иванович Меньковский подкреслил значность подобных мероприемств для наукового асенсования широкого спектра спрочных питаний, связанных с революционными перетворениями лютого 1917 года. Необходимо по-настоящему научное изучение и освещение этих событий, поскольку транслировать в общество историческая корпорация должна те знания, которые основываются на фактах, которые основываются на реальном изучении событий и явлений. В своих докладах выступовцы закранули питания методологии притычной социальной истории. Разлеженные проблемы дозволили удельникам скорректовать свои повреды на революционные подеи, а так само вызначить новое проблемное поле, какое потребует разгляду, на что звернул увагу профессор Александр Александрович Гужеловский. Было обозначено только пунктирно. Это повседневный аспект, это штуденность революционная, альбо, как бы от себя уже назвал, антропология революции. Вот человек у вихуры революционных подеев, вот это вельми цикавый сюжет, так само до якого у белорусских историков руки по коль что не доходят. Позитивные выники круглого стола подкреслил декан гистеричного факультета профессор Александр Геннадьевич Кахановский и отзначил необходимость проведения науковых мероприемств для выкладчиков, аспирантов и студентов в новом формате. Сегодняшнее мероприемое, достаточно конструктивное, позитивное, с делом и выкладчиков, и профессоров, и студентов факультета, показалось, что на факультете не хватает еще одного инструмента, где мы могли достаточно оперативно мероприемое науковое питание. Хоча из-за всего мы постараемся адрадзить такую форму, как науково-методологический семинар, где хотя бы раз на два месяца мы могли бы обмерковать на працовке и выкладчиков, и студентов, и аспирантов факультета. И сегодняшнее меркование как раз показало, что в этом есть потребность, есть потребность обмена думками. Круглый стол стал первым у шарага запланованных историческим факультетам мероприемств, присвященных падеям 1917 года у историческом лёсе нашей краины.